Всем гав, с вами Тяв, и сегодня у нас на обзоре игра под названием Firewatch. Хенри, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. В данной игре вы выступаете в роли смотрящего вышки за лесом. Вы должны не допустить возникновения пожара на территории вашего участка, и при этом вы будете жить, конечно же, на этой же территории. В вышке, в отдалении от людей и городского шума. Ну, может не от всех людей, с вами будет постоянно общаться ваш начальник. Ну, а точнее начальница. Женщина! Женщина! Она будет общаться с вами и узнавать вас лучше, и вашу предысторию. Кстати говоря, предысторию, в этой игре вам предстоит тоже ее выбрать самостоятельно. В начале будет небольшой опросик, по результату которого у вас какая-либо предыстория сложится в AD. В процессе игры именно эту информацию и больше информации о вас будет пытаться узнать ваша начальница. И тут сразу стоит поставить раздлительный знак. Если вы думаете, что это о романтике, то нет, это не про романтику. Пусть она и узнает про вас, и вы постоянно общаетесь. Обычно это не приводит к любовным отношениям. Ну, по крайней мере, в моем случае это не приводило. Поэтому, если вы противник романтики, то в принципе добро пожаловать. Здесь такого прям сильного романтического нет. А если наоборот, любовь и прочее, ну можете попытаться, и вдруг у вас там что-то получится, но я сомневаюсь в этом. В свою очередь для того самого общения с начальницей нужно будет использовать рацию. А предметами общения станет все, что вас окружает. Какие-то глупые подростки жили костры и употребляли алкоголь, можете это обсудить с вашей начальницей. Нашли старую веревку и одноразовую камеру, тоже можно обсудить. В общем, главный герой общением пытается скоротать время на своей территории, потому что ему здесь предстоит просидеть очень и очень долго. Также со временем вы будете углубляться в познание местности, и изучать карту вместе с подобием каких-то тайников. Ну и оригинальностью вашей начальницы, особенно в придумывании паролей. Если говорить в общем, то это довольно атмосферная новелла, только в 3D и с пародией на приоткрытый мир. Да, вы можете ходить по всей карте, но делать можете только то, что вам дано по заданию. Но он по-прежнему открыт для изучения. Под изучением, конечно же, имею в виду возможность обсудить какие-либо вещи с начальницей, пойти поднаходить старые какие-либо здания заброшенные и разные природные явления. Ну и как у большинства новелл, тут есть своя загадка, которую вам придется решить. Ведь все оказалось очень даже не тихо и не спокойно, как вы могли того ожидать. Осторожнее, путник, впереди тебя ждут спойлеры. Если ты не желаешь узнавать сюжет, рекомендую сразу перейти по тайм-кодам на следующий сегмент, или же пройти игру. А еще тут будет описано то, что прошел именно я. Если же вдруг тут есть какие-либо сильные влияния выбора, и у вас по итогу получилось все же что-то получить иное, то не надо писать злые комментарии. Хотя я сомневаюсь, что тут можно получить слишком разные истории. Вначале вы отправляетесь в длинное путешествие, где вы выбираете, как проходила ваша жизнь. Какую собаку завели, как общались с женой и прочее. После чего в конце ваша жена оказывается вдали от вас и становится вместо яркого воспоминания тяжелым временем. После чего герой отправляется как раз таки на эту работу, потому что здесь нужен персонал, который будет следить за лесом. Потратив довольно таки много времени, герой добирается уже до вышки. Но тут его встречает рация, которая сразу же начинает издавать шум в виде голоса его начальника. Она представляется Делайной, которая довольно общительная и пытается разговаривать с главным героем, что и так уже устал после длинного дня и пути к этой вышке. И отбившись от словесного штурма начальницы, герой ложится спать и просыпает большую часть следующего дня. Однако под вечер все же проснулся, ну и с ним связывается Делайва. После непродолжительного диалога герои замечают фейерверк. Однако мероприятие тут не было запланировано, а подобная халатность лесу может привести к пожару. Потому герой отправляется туда. Стоит признать, что видимо о технике безопасности самих наблюдателей никто не беспокоится, учитывая, что при первом же спуске веревка нашего наблюдателя рвется. Благо мы оказываемся довольно крепкими и выходим пыльными из земли. После мы продолжаем идти к нарушителям и обнаруживаем настоящий кавардак. И кучу нарушений. А после идем искать нарушителей. Или же голых нарушительниц. В общем, найдя нарушительниц или их силуэты, они подумают, что мы какой-то маньячела и уплывут на другой берег, куда мы не будем иметь доступа. Во время возвращения домой мы встречаем силуэт мужчины с фонариком. Почему этот дебил светит нам в лицо, непонятно. Но он сразу же скрывается. А придя к вышке, мы замечаем кавардак. Стекло разбито, хотя не видно, что было что-то украдено, но зато заметно, что пропала печатная машинка, которую выбросили через окно. Изверки. После сна в холодной вышке с разбитым окном, на следующий день начальница сообщает, что никто не приедет нам его починить, ведь телефонный кабель был отборван на одном из столбов. И, конечно же, отправляет нас искать тот самый обрыв. Найдя его, мы найдем еще одну порцию старой, на этот раз крепкой веревки и одноразовый фотоаппарат. Получив от фотоаппарата флешку, мы отправляемся далее, ведь теперь наша задача найти тех самых девушек, что и вчера. Но этого сделать нам не удается. Мы находим лишь разрушенный лагерь с их вещами, а также еще и нашими трусами. День третий мы проводим за ремонтом окна и общением с начальницей. Рассказываем о своей внешности. И на этом день для нас заканчивается. Продолжаем мы уже с девятого дня. Получаем информацию, что те две девушки пропали без вести. А то, что мы были у их разрушенного лагеря, где было явно нападение, накталкивает на мысли, что они не пошли просто грибочки собирать на целую неделю. Так еще вдобавок, там были наши вещи, и записка сугроза от них к нам. Так что мы можем вполне даже стать подозреваемыми. На день пятнадцатый мы просыпаемся ночью и слышим голос нашей жены. Поднявшись с постели, мы говорим с ней по рации и снова ложимся спать. На день тридцать три мы отправляемся в протоптанную ранее местность. Теперь наша цель это добыть припасы. Ну или же точнее забрать посылку с провизии, где мы можем позаимствовать не только свою порцию, но и других вышек. Крайне этого не советую дел. День шестьдесят четыре начался с пожара. И мы начинаем общаться с нашей начальницей на эту тему. Ведь как всегда она хочет с нами что-либо обсудить. А еще она считает, что дать какое-либо имя пожару это хорошая идея. И она предлагает выбрать его Генри. День семьдесят шесть. Нам уже надоела эта провизия, что была нам поставлена ранее. Потому мы отправляемся за незаконной рыбалкой. Пусть Длайла и недовольна, однако она нас и не пытается остановить. Просит лишь проверить следы медведей около реки. Возможно они там проходили, а возможно и нет. Однако мы обнаруживаем не те следы. Мы замечаем старый блокнот. Подожди, этого не может быть. Это же наша сговор Длайлы. Да кто-то следит за нами. А недалеко еще оказывается есть рация. Однако, как только мы пытаемся ее взять, мы будем атакованы неизвестным в область головы. И получив голова-глаза, просыпаемся через неизвестный промежуток времени. Связавшись с нами, Длайла получает от нас порцию хороших слов о том, что мы думаем, о том, что нам не нравится, что за нами следят, и еще и по голове бьют. Пройдя далее, мы уже замечаем забор. Кто-то посмел незаконно оградить эту область. А хуже того становится то, что когда мы возвращались домой, кто-то закашлял в рацию, когда Генри и Длайла замолчали. О-оу, кто-то спалился. На 77-й день Длайла со вчерашнего дня не выходила в эфир. Но, выйдя, говорит загадками и хочет отправить нас туда, не зная куда. Однако, добравшись до места, мы обнаруживаем новую рацию. В общем, по мнению Длайлы, избавившись от слежки, Генри отправляется на место, где были проведены лесные работы. Идет, берет топор взаймы в той области, где пожарные заранее срубили деревья, чтобы тот пожар, что идет сюда, не перекинулся на оставшийся лес. И, получив топор, Генри наконец-то попадает на закрытую территорию, где находит целый комплекс, в котором за нами с Длайлой следит. Все их диалоги, манеры поведения и прочее было записано как для изучения. Вдобавок, мы находим какую-то приблуду для поиска сигналов. Выйдя с палатки, Длайла предлагает тут сжечь все. Однако, Генри может быть как против, так и за. Ведь, как бы по логике, они должны следить за лесом, а не сжигать ему. Но, покидая это место по щучьему велению, по сценарному хотенью, это место зажигается. Точнее, загорается. И это еще не все, потому что ночью нас ждут новые приключения. Ночью срабатывает дача, и привел нас в фото-ловушку с рюкзаком. Да что это за Джон Крамер играет с нами? День 78, проблемы нарастают. Ведь теперь тот, кто следил и записывал наши разговоры с Длайлой, записал то, что мы говорили про сжигание леса. Предложение Длайлы сжечь лес, а момент отказа Генри вырезал лишь ту часть, где он говорил неуверенность. Потому на наших персонажей появляется новый компромат. Но теперь герои решают еще исследовать пещеру, которую Генри находил когда-то ранее в начале игры. А в сгоревшем лагере Генри еще и ключ успел прихватить. Однако, добравшись туда, Генри оказывается заперт за ограждением. Да, это была ловушка. Нужно теперь покинуть ущелье. Выбравшись, мы находим колышки и скрытый штабик одного ребенка, что приезжал сюда в одной из прошлых смен. Однако, он куда-то пропал. В любом случае, мы снова выбрались из пещеры. И поговорив с начальницей, мы возвращаемся снова в эту пещеру. Гениально. Но вместо ожидаемого бункера или какого-либо подземного комплекса исследований поведения людей, мы обнаруживаем... Труп? Но это не просто труп. Это труп того самого мальчика, который приезжал с отцом. Который по итогу оказалось, что никуда не уехал. А погиб в пещерах. Но где же отец? Выйдя с пещеры, мы уже огорчаем нашу начальницу данными новостями. Придется обращаться в полицию. Но наш герой все еще остается единственным, кто видел недавно тех двух девушек, которые пропали. Пока все еще бизнес. На день 79, мы уже собираемся покидать эту местность. Благо, девушки объявились. Однако мы улавливаем очередной сигнал и идем посмотреть что там. На месте оказывается послание для нас. Поднявшись по тросу, мы находим подобие штабика, где все это время за нами следил отец погибшего парня. Тут он извиняется за все и рассказывает нам свою версию происходящего и предысторию. После чего мы должны выбраться к вышке нашей начальницы и ждать спасительного вертолета. Набравшись мы туда, мы связываемся через настольную рацию с начальницей и общаемся в последний раз. И титры. Ну что же, мое мнение по этой игре довольно-таки хорошее. Оценить игру можно лишь положительно. Она довольно-таки интересная и забавная. Не забывая о моментах мистики, это полноценное, хоть и короткое, но захватывающее произведение. С своими довольно-таки неожиданными поворотами, пусть и с всего парой персонажей, однако какими персонажами? За счет своего малого размера и малого количества героев. Игра может их раскрыть довольно-таки глубоко и хорошо, заставляя подумать обо всем, а в особенности о ваших выборах в начале игры и к тому, к чему вы пришли, что делали и прочее. А конечно, что по поводу багов, да, тут тоже не обошлось без них, потому что даже я умудрился застрять и забагать игру, да и с этой стороны она не ощущалась, как сверх проработанная игра. Видимо, здесь все же разработчики немножко, но с халтурей. Ну и говоря о халтуре, стоит упомянуть и мир. Мир как бы полный, но как бы пуст. Тут есть вещи для обсуждения, но по факту только обсуждения. Здесь больше ничего нет. Можешь поосматривать шишки, какие-то парочку записок в этих ящиках. Ну и все, в принципе тут больше ничего нет. Ты просто ходишь, смотришь, разговариваешь и все. А еще здесь довольно неплохой юмор, который дает небольшую, но остринку диалога. Но сюжетная загадка и вот этот неожиданный поворот и вроде как мистика довольно-таки интересны, потому что вначале ты ожидаешь одного, потом ожидаешь другого, а когда оказывается все вообще третьим, ты немножко удивляешься, ведь оказывается все не так, как ты думал. Потому я могу сказать, что игра довольно-таки хороша, и как минимум ознакомиться с ней стоит. Можно пройти хотя бы разочек, но я сомневаюсь, что в более раза она будет реально реиграбельна. За один раз изучить все, и все. Этого вам лайк. Ну что ж, на этом мы будем прощаться. С вами был Бесенькотяв. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подпишись, поставь лайк, прокомментируй, напиши, что ты думаешь об этом видео, что ты думаешь вообще об игре. И до скорого.